В продолжение темы. Праздничные мероприятия в честь юбилея Тверского Суворовского училища шли в течение дня. В числе гостей торжественная церемония. В честь учебного заведения были первые лица области, общественники и коллеги военные. Тверское Суворовское училище старейшее в России. Оно появилось в 1943 году как кузница кадров для советских офицеров. Изначально в него приняли полтысячи мальчишек в возрасте от 8 до 13 лет. Это были дети воинов Красной Армии, в том числе тех, кто остался сиротами. Некоторые мальчишки, которые пришли за парты прямо с фронта, где получили награды за проявленный мужество и героизм в боях, стали действительно достойным примером для уже современного подрастающего поколения. Училище входит в число лучших в военной отрасли. За все время оно взрастило не только генералов, но и 200 кандидатов и докторов наук. 11 выпускников удостоились звания героя. Среди суворовцев в разное время были родственники знаменитых военных и государственных деятелей. Например, внуки Чапаева, Сталина, Буденного, сыновей героев Советского Союза, летчиков Водопьянова и Гастелло, племянника Джаникидзе, внук Рущева и многие другие. Сказать, что у нас, ну как бы так, все гладко и нет проблем, наверное, это будет неправильно. Конечно же, они есть. Подписана министром обороны концепция развития до 2021 года. Там обозначены все показатели, приоритеты, направления. На вечере поздравили отличившихся воспитателей и учителей Суворовского. Уже в следующем году территорию учреждения планируют расширять, строить новые корпуса. На мероприятии представили макет обновленного учебного комплекса.